Чем может обернуться обычная вечерняя прогулка? Получится ли из кота хорошая нянька? Как выглядит тактика дистанционного боя в исполнении белки? И почему лягушки мяукают? Смотрите в этом выпуске. Сегодня я покажу вам самые безумные и интересные случаи с животными, снятые на камеру. КРОКОДИЛА Умирающим от раны в области головы. Хищник был беспомощным, а на его выражении лица читалось отчаяние. Шэддон забрал крокодила домой и в течение шести месяцев лечил его, ухаживая за беспомощной рептилией. Он прятал крокодила в пруду, близлежащем лесу, пока не получил необходимое официальное разрешение на содержание животного. Тогда-то он и дал ему имя Почо. После того, как крокодил выздоровел, Шэддон выпустил его в реку, чтобы хищник вернулся к своей нормальной жизни. Но на следующее утро крокодил вернулся в гости к мужчине и дал тому понять, что ему больше понравилось жить в доме. К сожалению, Крока уже ушел на тот свет. Произошло это в 2011 году по естественным причинам. Второй кадр не имеет такой долгой и красивой истории, однако менее удивительным от этого он явно не становится. На нем фотографу удалось запечатлеть тонкую грань между смелостью и глупостью. Стрекоза приземлилась прямо на нос змеи, чем немало ее удивило и, возможно, даже обрадовало, если вы понимаете, о чем я. Интересно, какой шанс запечатлеть такое чудо в дикой природе? Ну а третий снимок, единственный, который вызывает у меня немало сомнений. Дело в том, что он ну просто какой-то невероятный. Если верить тому, что мы видим, слон чудом спас автобус полный людей, который едва не упал с серпантина. Вопросов к этому снимку действительно много. Во-первых, что слон делал в этой местности? Во-вторых, как ему хватило сил? Ну и в-третьих, какой у животного был на то мотив? Тем не менее, если вдруг все звезды сошлись, и то, что мы видим, правда, это настоящее безумие, случающееся раз в миллион лет. Поделитесь своим мнением об этих кадрах в комментариях. Ну а мы идем дальше. И здесь у нас напряженное окончание прогулки, попавшее на камеру. Дело было во Флориде в 2022 году. Джейсон и Рэйчел Смит и их маленькая собака отправились на обычную вечернюю прогулку, но получили от нее гораздо больше эмоций, чем могли себе представить. Ведь в какой-то момент из-за машины им навстречу вышел гигантский косолапый. Первой мыслью Джейсона было схватить любимую собаку на руки и пуститься в бегство. Но он передумал и начал махать руками и кричать, надеясь, что дикий зверь отступит. К сожалению, как это обычно бывает, лайфхаки из интернета работают только в интернете. На Мишке подобное поведение совершенно не сказалось, и он продолжил уверенно идти в сторону людей. Тут-то супруги и решили рвануть до дома. Тем более, что дверь была совсем близко. Повезло, что в тот день они ее не закрыли, потому что буквально через несколько секунд после входа на безопасную территорию к порогу подоспел хищник. Ролик, несомненно, очень напряженный, но есть в нем и доля забавы. А заключается она, конечно же, в маленькой собачке, в момент почувствовавшей себя героем. Ей показалось, что у нее хватит сил отогнать медведя, но как только она развернулась и увидела этого гигантского монстра, скачущего ей навстречу, что-то внутри екнуло, и за руль снова вернулся мозг. Все трое отделались лишь испугом и удивительными кадрами, которые они явно запомнят на всю свою жизнь. Интересно, после такого инцидента у них появилась фобия вечерних прогулок рядом с лесом? Рыбачить в дикой природе – это одновременно круто и не очень. С одной стороны, вокруг рыбака могут разгуливать пеликаны, что добавляет рыбалке экстрима. С другой – эти самые пеликаны могут оказаться голодными, а значит, рыбаку придется делиться уловом. Ситуация, случившаяся на побережье Тихого океана, тому прямое доказательство. Самое забавное ведь, что этих пеликанов даже не прогонишь. Они слишком уверенные в себе. Да что там пеликаны, даже коты, и те отнюдь не трусишки. Британский кот, например, стал мировой звездой из-за того, что он не боится кататься на мотоцикле со своим хозяином. Ибис, так зовут этого бесстрашного пушистика, преодолел уже не одну тысячу километров и даже не думает на этом останавливаться. Видимо, мужчина рассказал ему, сколько он зарабатывает на постах с его участием. Рассказал в сытном мясном эквиваленте. Вы ведь тоже раньше думали, что оседлать другое существо может только человек? Так вот, оказывается, что это не так. Обезьянки тоже могут найти себе спутника по душе и размеру. Например, если примат еще мал, ему подстать будет такая же маленькая курица. И, судя по всему, обезьянка даже не спрашивает у нее разрешения. Она сразу же запрыгивает на спину, хватается за нее покрепче и ждет, пока двуногий напарник ее прокатит. А вот кому ничья помощь в развлечении не нужна, так это собаки из следующего видео. Она прирожденный сноубордист, который отлично проводит время наедине с самим собой. Нет, ну а что? Поднять сноуборд можно самому, схватив его зубами. Скатиться, судя по этому видео, тоже не так уж и трудно. Мне кажется, у этой собаки большое будущее в спорте. Ведь далеко не каждый человек устоит на своих двух даже на таком относительно ровном и спокойном склоне. Так, что там у нас дальше? Ах да, подводные разборки. Морским биологам повезло снять на видео сражение двух осьминогов. Любопытно, что в ходе битвы эти создания почти сразу выпустили много-много чернил. Делают они это, если вы не знали, регулярно при возникновении угрозы. Данное облако затемняет обзор нападающему, позволяя осьминогу сбежать. Чернила также содержат химическое вещество, которое притупляет обоняние хищника, из-за чего ему труднее выследить осьминога. Этот защитный механизм – лишь одна из многих удивительных адаптаций, которые делают осьминогов такими невероятными существами. Как вам кажется, когда речь идет про битву между двумя осьминогами, чернила помогают? Или они не действуют на собратьев? Напишите в комментариях. Скажу сразу, повезло, что в следующем видео дело не дошло до стычки, потому что ее исход мог бы оказаться крайне печальным для людей. Туристы прибыли в Национальный парк Крюгера, старейший в ЮАР. Он расположен на юге Африки и является частью биосферного резервата, образованного еще в 2001 году. Там, как и подобает, им выделили специального гида, а также джип, на котором они преодолевали большие расстояния парка. Но если вы думаете, что единственный смысл джипа – в езде на дальние расстояния, то это видео изменит ваше мнение. Он необходим в том числе и для таких неприятных моментов. Люди привлекли внимание слона, и тот не намеревался просто так с ними прощаться. То ли гигант хотел извинений за вторжение на его территорию, то ли он ждал подкрепления. Не желая узнавать истинных причин, люди рванули сразу, как только появилась такая возможность, и все-таки смогли улизнуть. Спасибо машине! А это видео было снято фотографом, который получил задание раздобыть уникальные кадры, связанные с медведем, которого выпускают на волю в родных краях. Все это происходило в Монтане, а главным героем стал не обычный Мишка, а самый настоящий Гризли. Как только его выпустили из специальной клетки, он тут же сорвался с нее, как с цепи, и буквально влетел в камеру, установленную неподалеку. Судя по всему, косолапому сильно не понравилось то, как долго его держали в заточении. Или это он так эмоционально отреагировал на возвращение в родные края? Кстати, о Гризли. Вы знали, что точного ответа на вопрос, как отличить Гризли, не существует? Чаще всего под Гризли подразумевается специальная материковая раса, разбитая на несколько подвидов. В ряде публикаций имеются в виду животные, обитающие в глубине материка, тогда как приморские называются просто бурыми медведями. Гризли, как название, возникло довольно давно и обычно используется в обиходе и научно-популярной литературе. Специалисты же отдают предпочтение словосочетанию «североамериканский бурый медведь», когда речь идет о географическом контексте, либо указывают на определенный подвид. В любом случае, это не отменяет того факта, что у Гризли одни из самых длинных когтей среди сородичей медведей. Говорят, они могут достигать 15 сантиметров в длину. Это настолько много, что данная особенность лишает некоторых Гризли возможности лазать по деревьям. В остальном же этих медведей редко выделяют по внешним особенностям. Скорее, их отличительной чертой можно назвать поведение, обусловленное не генетическими, а природными условиями. Если этот мишка поселился на побережье, то, как правило, он будет более крупным и сильным, а его основу рациона составит рыба. Что же до лесных собратьев? Они в большей степени падальщики и вегетарианцы. В южной части ареала животные сторонятся человека. В северной, напротив, подпускают на достаточно близкое расстояние. А вот кого, похоже, подпускать друг к другу близко нельзя, так это двух игривых собак из следующего ролика. Они долгое время не виделись и при встрече настолько воодушевились, что одна из них едва ли не столкнула свою хозяйку с лестницы. Разумеется, четвероногая совершенно не желала ей зла и сделала это случайно. Однако такой сюрприз мог закончиться реально печально. Повезло, что девушка нашла за что схватиться. Как вы уже могли заметить, иметь домашних питомцев или жить недалеко от леса очень весело. Настолько, что порой к тебе в гости может наведаться косолапый, увидеть, что пришла посылка и стащить ее к себе в домик. Причем ладно, когда доставляют что-то недорогое, это не так обидно потерять. Но представьте, если там был новенький гаджет вроде телефона. Что бы вы в таком случае делали? Я бы на месте жителей дома завел у себя белку-охранницу. Вы будете смеяться, но мне кажется, что это отличный вариант. Во-первых, она должна требовать не так много еды. Организм-то у нее маленький. Ну а во-вторых, судя по этим кадрам, она найдет выход из любой ситуации. Даже если перед ней будет потенциально опасная змея, готовая за один молниеносный укус отправить белку на тот свет. Знаете, как поступила хитрюга из этого видео? Она продолжила стоять на расстоянии, чтобы успеть среагировать на выпад. И постепенно, шаг за шагом, засыпала ползучую песком с камнями. Хоть это и выглядит странно, но на деле такой метод эффективен. Либо змея окажется под землей, и угроза исчезнет, либо один из очередных камней попадет ей прямо в лоб, и змея отрубится. Ну а в случае с медведем, я даже не знаю. Уверен, при встрече с косолапым белка придумает новую, не менее удивительную тактику. А этот забавный случай был снят на камеру видеонаблюдения в Таиланде. Жители Сисакета даже не подозревали, что к ним в гости, помимо их любимой и давно известной кошки, наведается кое-кто еще у пушистой в зубах. Маленькая охотница раздобыла где-то на улице змею и, наверное, удивилась столь экспрессивной реакцией людей. Кошка думала, что ее встретят как героя, а на деле ее быстренько прогнали в безопасное место и стали сражаться со змеей. Ну как сражаться? Прижали ее аккуратно, чтобы та никуда не уползла, и начали придумывать способ, которым змею можно безопасно для обеих сторон вернуть обратно на улицу. Следующая история никак не относится к опасным и зубастым хищникам, и даже обошла стороной привычных всем домашних питомцев в лице собаки и кота. Но чем же она мне так понравилась, спросите вы. А я скажу, уникальным подходом со стороны хозяина. У мужчины, которого вы сейчас видите, особенная любовь к попугаям. Но не к случайным, конечно же, а к его родным, любимым и самым дорогим. Человек спас птиц от рук недобросовестного заводчика и стал лично за ними ухаживать. Все шестеро росли у него дома в тепле и уюте, а их фишкой стали поцелуи перед сном. Мужчина каждый раз чмокает своих красавчиков одного за другим. Причем он делал это, когда они были еще маленькими, и продолжает тенденцию до сих пор. Оцените милоту этих кадров по десятибальной шкале. Мне кажется, тут безоговорочные десять попугайчиков из десяти. О, а герою нашего следующего видео я бы тоже поставил все десять баллов. Только не за милоту, а за креативный подход и чувство юмора. Журналист из Кении приехал вести репортаж на тему осиротевших слонят. Поначалу все шло довольно спокойно и без сюрпризов, но тут начали происходить странные вещи. Сперва к нему аккуратно подстроился слоник, а затем, откуда-то из-за животного, начал все сильнее виднеться хобот. Хобот уже другого слона, который таким образом рассчитывал остаться незаметным. Однако длины не хватило, и слону все же пришлось раскрыть свою личность. Несмотря на это, сворачивать с пути он не собирался, поэтому при первой же возможности воплотил идею в жизнь. Дотронулся до человека хоботом. Сперва он погладил его по плечу, а затем перешел и к более интересной части, к лицу бедняги-журналиста. Я думаю, этот момент не стоит вырезать из официального репортажа. Он определенно добавит ему живости и улыбнет зрителей. А вы знали, что лягушки умеют мяукать? Щито-спинка на этом видео, например, издает характерный кошкам звук каждый раз после того, как мужчина до нее дотрагивается. Как только это видео было выложено в сеть, все сразу решили, что это какая-то шутка. Мол, где-то неподалеку была кошка, находящаяся в сговоре с автором видео. Однако, как только в обсуждение включились специалисты, загадочность ролика улетучилась. На самом деле, это вполне нормальная реакция для лягушек. Таким звуком они защищаются и заодно предупреждают собратьев об опасности. И раз уж мы заговорили про котов, то давайте я покажу вам одно просто поразительное видео, связанное с ними. Оно начинается с того, что маленький мальчик громко плачет. Ему явно нужно, чтобы кто-то из родителей подошел, успокоил и, возможно, дал соску. Или здесь хватит усилий и одной маленькой кошки. Камера видеонаблюдения сняла, как к ребенку почти сразу подоспела кошка и магическим образом успокоила его всего за несколько секунд. Даже опытным нянькам такое не удается. Надо найти хозяев этой кошки и узнать, где они ее приобрели. Может, там еще остались коты с функцией няньки? По-моему, это очень удобно. А если вам было интересно, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр.